Привет! Это анонс новой рубрики на канале. Сейчас я буду собирать на фоне танчик для раннего периода войны, который будет противостоять танкам подписчиков. Но на этот раз не просто танкам подписчиков. Дело в том, что на моем дискорде есть так называемые конструкторские бюро. Это не тот конкурс, который я провожу. Кстати, мы будем думать над изменением названия. Это именно классические исследовательские конторы. То есть несколько игроков объединяются вместе и разрабатывают танки и вообще свою бронетехнику. И вот, специально для этих ребят и для этих конструкторских бюро я разработал новый конкурс. В чем суть? Я буду выдавать различные технические задания по строительству техники. После чего эта техника будет противостоять с какими-то моими машинами или чем-то еще. То есть, ну, разные будут совершенно технические задания, разные будут совершенно задачи, стоящие перед конструкторским бюро. Но по факту, это будет именно что конкурс для объединений игроков. К чему я вас призываю? Заходите на мой сервер в Дискорд, создавайте свои конструкторские бюро, либо вступайте в уже существующие и делайте свои машины. Это будет здорово. Мне кажется, что всем это понравится. Вы сможете посмотреть на свои танки с большей вероятностью, да и тем более, совместный труд сплочает. Почему бы нет? Тем более, когда вы долго-долго ждете, ну, скажем так, КБ, который является уже конкурсом для обычных игроков. Но КБ будет выходить. Вот уже на... Короче, уже отснято три серии. Они выходят просто медленно, потому что я не могу их монтировать быстро. Короче, я думаю, повод поучаствовать у вас есть. Что же я создаю на заднем фоне? Я пытаюсь создать что-то похожее на шведский. На, о господи, на шведский. На чехословацкий танк. Такой чехословацкий СТ. Что бы было там, если бы Чехословакия не была бы захвачена Гитлером, там, допустим, продолжала бы войну. Ну, конечно же, он будет иметь весьма отдаленное отношение к настоящим чешским танкам, но я пытаюсь создать что-то типа. Как видите, я уже сделал большие опорные катки. Ну, такая вариация на тему Шкоды. У нас неплохой двигатель. У нас, в принципе, терпимая трансмиссия. Да, важно, танк может измениться. Многие характеристики могут измениться к моменту выхода конкурса, потому что, ну, это пока что так. Чисто тестовый вариант. Как видите, броня в лбу, в принципе, достаточно. Мы можем сильно порегулировать ее, чтобы сделать ее более оптимальной. Дело в том, что у нас есть огромное МТО, которое, в общем-то, имеет весьма большой угол наклона. Поэтому броня здесь вполне себе достаточно. Да, таким образом можно сильно снижать вес машины, повышая заброневое пространство, потому что все-таки, ну, это оптимальненько. В качестве пушки я выбрал 80-мм ровку. Это специфичный калибр, но мне показалось, что он будет достаточно удачным. Как видите, у нас характерная чешская маска пушки. Я понимаю, что она ранняя, но мне показалось, что это оригинальная идея, такой достаточно. Башня, она защищена будет достаточно неплохо. И тут важный момент. Обратите внимание, что я стараюсь сделать так, чтобы при небольшом довороте щеки и борт башни были плюс-минус хотя бы одинаково забронированы. Зачем? Ну, чтобы не было приоритета стрельбы. То есть, чтобы не было разницы. Если уж не пробивают, то не пробивают. Если пробивают, то пробивают все. То есть, так, что башня довернута вбок и после этого половина борта пробивается, половина нет, это плохо. Потому что у вас есть уязвимая точка, уязвимых точек надо стараться избегать. То есть, это лишний вес, потому что фактически ваша броня, которая пробивается, является наиболее уязвимой. Соответственно, броня, которая толще, является лишним весом, потому что она ни на что не повлияет. Шанс на то, что противник будет стрелять именно в эту броню, минимален. Видите, я делаю с боков два лючка для экипажа. Впереди два люка. Это не для экипажа. Это типа люки для МТО. Я ставлю два пулемета, потому что танк имеет условно-противопехотную направленность. Впереди у нас лючок. Ой, лючок. Визор механика-водителя. Вначале я поставил одну антенну сюда. Далее я решил, что нужна какая-нибудь забашенная корзина. Будем считать, что чехи воспользуются немецким опытом. Вообще, большое количество скарба на танках это вещь нормальная. Поэтому, да, танк имеет несколько, скажем так, хранилищ. Фару я решил поставить центральную, как бы подсвечивающую визор механику-водителю. Я почти уверен, что это так себе решение в реальной жизни. Но будем считать, что это экспериментальный вариант. Тем более, что фару переставить в случае необходимости не сложно. Радиаторные решетки у нас будут обычными. У нас будет хорошая вентиляция двигателя, потому что двигатель работает при таком весе несколько в перегрузе, по идее. У нас будет форсированная вентиляция снизу, то есть вентиляторы, которые нагнетают воздух. Причем воздух, очевидно, более холодный, потому что, как вы знаете, чем ниже, тем воздух холоднее, потому что теплый воздух стремится наверх. В общем-то, получается весьма фактурный танк. Вот у нас гильзовыбрасыватель, вентиляционные отсеки в башне. И все-таки я решил поставить вот такую вот антенну обручевого типа. Не помню, как она правильно называется, но, собственно, вы поняли. Мне показалось, что выглядит это весьма неплохо, даже красиво местами. С одного из бортов у нас располагаются различного рода инструменты. Бревно я точно проверил, что он подходит под гусеницы и разместил. Я долго пытался понять, что это. Если вы знаете, что это за деталь, пишите. Мне, правда, интересно, что это и для чего оно нужно. Не буду врать, я, правда, не знаю, что это за штука и что оно должно изображать. Впереди я расположил шомпол для чистки орудия. Штука вполне себе нужная. Все-таки орудие надо чистить. Надеяли бы, конечно, проверить его. Теперь я сделаю клепанную броню. Да, это несколько несовременно, но это ранний период. Клепанная броня применялась. Будем считать, что это усиление брони. Танк будем считать, что был разработан еще до начала раннего периода. И затем его усилили клепанными бронелистами. То есть основная броня у нас все-таки сварная. Почему это важно? Все просто. Если основная броня сварная, это означает, что клепки не будут шрапнелить все отделение управления, оставляя от вас рожки до ножки. Вообще, я очень жду, когда в игре появятся настройки типа брони. Когда можно будет дать, к примеру, стоимости брони. Это очень важно, потому что, ну, и реклепанная броня куда дешевле. И она неплохо защищает, но имеет некоторые побочные явления. Было бы очень здорово, если бы могли поставить, допустим, клепанную броню, сэкономить на... То есть, чтобы танки, кстати, считались не только по стоимости, ой, не только по весу, но и по стоимости. Наклонная броня дороже, потому что ее сложно не производить. Все это, конечно, очень тяжело, но... Я думаю, реально. Если такое будет, игра получит вообще невероятный потенциал. Именно вариант бюджета куда интереснее, чем вариант веса. Меры бюджета реализованы в Ultimate Admiral Dreadnoughts. В этой игре бюджет важнее, чем вес. То есть, вес корабля может быть сколько угодно, но технологии, применяемые в нем, сильно могут повредить вашему, скажем так, вашей стоимости. Корабль может быть легким, но при этом очень дорогим. Построить вы их мало, к примеру. Здесь я пытался впихнуть радиомена, то есть, ну, радиста, но... Ну, ну, нет. Просто некуда. Танк получился прям предельных параметров. То есть, меньше его уже опустить не получится. Расширять корпус некуда. Сейчас мы быстренько уменьшим ввод до необходимых 30 тонн и отправимся дальше в путь. Да, уязвимая точка, это у нас в том числе было кольцо. Я пытался уменьшить эту уязвимость. Я уменьшил количество боезапасов. Все-таки пушка 80 мм, это уже не мелкашка, и она представляет весьма серьезную угрозу. Поэтому не так много снарядов надо. Окраску я решил взять такую, декали я решил не цеплять, потому что так декали нам не нужны. Что-то сейчас мы проверим, как этот СТ. Вы помните, что на этой карте даже тяжелые танки порой пасуют. Посмотрим, как этот СТ противостоит, ну, тем машинам, которые встречаются на железной дороге. В бой! Итак, мы выдвигаемся. Как можете заметить, танчик, в принципе, достаточно, ну, для своего веса и для своей эпохи, в принципе, не такой уж и медленный. Скорости хватает. Я надеялся на очень хорошую баллистику орудия, но тут, конечно, была моя ошибка. Мне, кстати, очень нравится, как сама пушка выглядит. Видите, баллистика, ну, неудовлетворительная. С этим я ничего не смогу поделать. Прицеливание, выстрел, и да, я снова не добил. При этом, хочу заметить, что потерь у нас все еще нет. Противник, кстати, по всему не пробивает наш танк. Что, конечно же, скорее позитивное извинение, чем негативное. Тут, да, важно понимать, что в этом бою у нас все еще компьютерный противник. А противник в виде игроков появится несколько позже. Ну, в виде танков игроков, естественно. Итак, наши средние танки продвигаются вперед. Продвигаются весьма успешно, в принципе. Мне нравится, как все это выглядит. И мы теряем первого противника. И кто бы, блин, сомневался? Это Man of War. То есть, Черчилль, ну, такой странный полукромвель-получерчилль. Это вот серьезнейшая машина, которая представляет угрозу. Но при этом нашей пушки вполне достаточно для его уничтожения. Что, конечно же, позитивно. Выдвигаемся дальше. И понимаем, что кажется, Man of War был не один. Почему мы так понимаем? Ну, мне так кажется, что вряд ли он будет один. Поэтому надо искать дальше. Если его, конечно же, не убили. Как видите, сами легкие танки вполне себе успешно уничтожаются. Прицеливание, выстрелы. Ну, в общем, на этом бой закончен. Всем спасибо. Напоминаю, что у меня есть бусти, у меня есть дискорд. Вступайте туда. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»